Здравствуйте! Это программа Страна Росатом. Мы находимся на берегу озера Байкал. Вы думаете, я ошибаюсь? К сожалению, нет. До Байкала здесь 500, максимум 700 метров. А это один из почти двух десятков шлама-накопителей байкальского целлюлозно-бумажного комбината с заполненными ядовитыми веществами. Это реальность. И изменить ее в лучшую сторону намерена госкорпорация Росатом. Байкальский ЦБК начал свою работу более полувека назад. Место его расположения обосновывалось легкодоступностью чистейшей воды, которая должна была помочь в производстве чистейшей целлюлозы, необходимой для авиастроения и космоса. Но задумка не оправдалась. Более того, при строительстве комбината не успели возвести цех по утилизации отходов. Их просто сливали в огромные искусственно созданные ямы и емкости. Почти за полвека работы байкальский ЦБК накопил 6 миллионов кубометров отходов. В основном это шлам лигнин и черный щелок. Лигнины, особенно химически модифицированные, способны в природе распадаться на фенолы. А фенолы это очень токсичный класс соединений. А второй вред это то, что в себе он содержит кучу разных солей. И они могут выделяться назад. Они вроде как сами-то по себе соли может быть и безопасны, но такая их пропитка на берегу Байкала это все равно, что в суп кидануть 2 столовых ложки соли. Понимаете, это его испортит. Но Байкал перестанет быть Байкалом. Самым пресным и самым чистым озером. После остановки комбината в 2013 году многие пытались найти способы утилизации накопившихся отходов. Но безуспешно. Тем временем ситуация ухудшалась. За последние два года сильные дожди повысили уровень воды в шламонакопителях до критических значений. Учитывая, что Байкальск сейсмоопасный район, из гор регулярно сходят мощные сливые потоки, опасность попадания ядовитых веществ в озеро увеличилась в разы. В этих условиях правительство России доверило работы по устранению накопленного вреда федеральному экологическому оператору, структурному подразделению госкорпорации «Росатом». В первом июне здесь на площадке были смонтированы локальные очистные сооружения. Они сегодня пусконалажены. До октября включительно планируем понизить и почистить 70 тысяч кубов в соответствии с решением комиссии по чрезвычайным ситуациям. Еще зимой были отобраны пробы, определен состав этих карт, и под эти карты уже было запроектировано это оборудование. То есть определенное количество очистных фильтров, состав этих фильтров. А это что за карты? Это финишная стадия очистки, это последняя стадия фильтров, после которой уже очищенная вода подготовлена к сбросу. Вода абсолютно чистая, это по сути дело дистиллированная. Она намного чище, чем та вода, которая находится в Байкале, в близлежащих реках. Ее в принципе можно даже пить? Да. Это абсолютно чистая. Можно пить, да? Да. То есть не отравлюсь? Нет. Гарантированно. Как говорится, вкус у нее воды. Очистка воды и понижение ее уровня – это первый шаг. Второй – утилизация шлама лигнина, представляющего собой киселеобразную субстанцию. Финального решения под технологии еще не принято. Ему еще предстоит апробация и экспертиза Российской Академии Наук. Но я уже вижу, к чему там идет. И я думаю, что более дешевых решений с такой эффективностью там, наверное, не найдешь. И в этом смысле, безусловно, корпорация действует очень четко. Я бы так сказал, по-государски. То, что планы Росатома не разойдутся с делом, подтверждает его опыт работы на другом объекте в Иркутской области – промышленной площадке Усольского химпрома. Ликвидацию этого ада на земле федеральный экологический оператор начал в прошлом году. В середине июня 2021-го проделанную работу лично оценил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Мы опережающими темпами, думаю, можем сейчас сказать, справились с прямой угрозой, с тем, что не требовало никакого отлагательств. И системно идем по подготовке проектных технологий и разворачиванию работ уже, ну, по такой масштабной, поэтапной ликвидации всего накопленного ущерба. Сегодня федеральный экологический оператор, словно ластик, стирает ядовитые кляксы с карты России. В Челябинске практически ликвидирована самая большая городская свалка Европы, и вредные выбросы в атмосферу снизились на 30%. В Ленинградской области получила одобрение концепция комплексной рекультивации полигона Красный Борк. А в Сибири Росатом встает на защиту озера Байкал. Гранатовый пляж. Одна из достопримечательностей Байкальска. Своё название он получил за цвет песка, в котором содержится большое количество минерала граната Альмандина. Красивое место, и я уверен, что в плане экологии с ним ничего плохого не случится, потому что страшное соседство живой воды и накопленных ядовитых отходов в ближайшие годы будет ликвидировано. КОНЕЦ